Когда щенку было всего 13 дней, мама укусила его за мордочку. Мальчик выжил, но его внешность кардинально изменилась. Псу Броуди из Альберта, Канада, не повезло практически сразу после рождения. Собственная мама покалечила его, когда он был совсем крохой. После укуса мордочка деформировалась, оставив Броуди частично слепым на левый глаз и непривлекательным для людей. Броуди одали в приют, потому что никто не хотел ухаживать и жить с некрасивым псом. Пес — смесь немецкой овчарки и бордер-коли. Когда он был щенком, несмотря на внешность животного, его забрала одна семья. Только Броуди почувствовал, что кому-то нужен, как его вернули. Бывшие владельцы объяснили возвращение пса в приют его гиперактивностью. Броуди и правда очень активный пес. Он не понимает, что отличается от сородичей. Он здоров, любит играть, как все обычные собаки. После того, как сотрудники канадского приюта рассказали историю Броуди в соцсетях, десятки людей захотели забрать пса к себе. На этот раз сотрудники тщательно выбирали будущих владельцев. Они остановили свой выбор на молодой паре. Аманда и Брэд сразу же влюбились в Броуди, я плакала, пересматривая его фото. Почувствовала, что между нами есть некая связь. У супругов уже живет дома другая собака по имени Роуди, но они хотели подарить дом Броуди. Они приехали из другого города, чтобы забрать пса. После первой прогулки стало ясно, что из приюта они уедут не одни. Сотрудники предупредили, что пес очень активный, но супругов это не смутило. Броуди и правда суперактивный пес, но это же хорошо. Он понимает новый трюк, может научиться команде за 10 минут. Он очень умный. Броуди наконец живет в заботливой семье. С ним занимаются и хотят в будущем сделать его собакой терапевтом. Броуди будет помогать людям с различными патологиями и во время реабилитации. Друзья, спасибо, что просмотрели эту историю. Пожалуйста, если она вам понравилась, поделитесь ей со своими знакомыми. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.